Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ. И сегодня в нашей программе мы вам расскажем о третьем Всероссийском экономическом форуме «Экономика в меняющемся мире», которая прошла в стенах Казанского федерального университета уже в третий раз. А также о праймерис Единой России в рамках подготовки к предстоящим выборам в Государственный совет Республики Татарстан, который пройдет 8 сентября 2019 года. А также о том, что профессор Роза Валеева была приглашена Европейской Ассоциацией педагогического образования для того, чтобы поделиться с коллегами из Евросоюза, о новациях Казанского федерального университета педагогической науки. Средства для повышения эффективности лечения онкологических заболеваний представили ученые Казанского федерального университета на выставке в Женеве. Вот уже в третий раз в Казанском федеральном университете проходит Всероссийский экономический форум «Экономика в меняющемся мире». Высокую планку докладов задавали приглашенные спикеры и эксперты в этом году. Среди них профессор МГУ Наталья Зубаревич на тему «Итоги социально-экономического развития российских регионов в 2018 году и роль городских агломераций в развитии территорий». Дмитрий Толмачев, директор аналитического центра «Эксперт» из Уральского федерального университета, рассказывал о планировании пространственного развития через ключевые единицы системы расселения, опыт Свердловской области. Владимир Климанов, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, рассказал о финансовых ресурсах развития городов и городских агломераций. И Борис Жихаревич, профессор, директор ресурсного центра при Леонтьевском центре, докладывал о новых макрорегионах России, опыт ретроспективного ранжирования по уровню конкурентоспособности. Нет смысла перечислять все темы докладов, поскольку это займет достаточно продолжительное время. Можно сказать только о том, что все так или иначе эти темы касались регионального развития Российской Федерации. Открыл форум ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Уже в третий раз на базе Института управления экономикой финансов Казанского федерального университета проходит международный форум экономика в меняющемся мире. В этом году форум посвящен проблемам территориального развития, развития агломерации. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно принимать участие в открытии одного из ведущих экономических событий, тем более в своем Alma Mater, поблагодарить Налюгу Мервину и ее коллектив, потому что ей удалось собрать невероятный состав экспертов. И компанию BP, которая тоже нас поддержала в этих начинаниях. И для приветственного слова позвольте представить слово нашему руководителю, ректору, профессору Гафору Ильшат Равкатовичу. И очень символично, что его научная работа была посвящена очень схожей тематике, стратегиям развития территорий, кластерному подходу и особым экономическим зонам. Добрый день, уважаемые друзья. Я тоже очень рад приветствовать всех, кто сидит в зале и всех, кто находится здесь, рядом со мной, в нашем университете, поскольку на самом деле сегодня в этом зале собрались выдающиеся эксперты. Не просто люди, которые занимаются научными разработками в этой области, но люди, за которыми стоят хорошие, ну, которые имеют хорошую историю и результативную историю. О каждом можно много говорить, но вот мы с Леонтьевским центром начинали совместные работы еще в далекие 90-е годы. И все, что мы тогда задумывали, нам удалось процентов на 70-80 реализовать. Это очень хороший показатель. И тема нашей конференции, она тоже очень актуальна, и, я думаю, будет актуальна еще долгие годы, поскольку жизнь достаточно быстро меняется, и мы должны адаптироваться к этим изменениям и, может быть, предвидя эти изменения, принимать решения на опережение, поскольку именно от этого будет зависеть, насколько наши территории будут конкурентноспособными. Иногда задают вопрос, почему у нас из тех или иных муниципальных регионов уезжают молодые люди. Я вот хочу сказать, что в Татарстане сегодня обучаются примерно 150 тысяч студентов, из них почти половина – это студенты из других территорий. Это, конечно, хорошо. Это говорит о том, что и инфраструктура наших вузов, и территории Казани, она привлекает молодых людей. Очень плохо, что практически 90 тысяч затем уезжают и ищут себе работу на территории других субъектов либо стран. А это все-таки самая активная часть нашего населения, и вот это тоже вызов, это тоже определенная проблема. Если мы говорим о будущих высокотехнологических рабочих местах, то всегда задаем вопрос, а кто их будет для нас создавать? Если это должны делать мы с вами, то что должно делать государство и власть для того, чтобы все эти вещи реализовывались? И сегодня президент республики озабочен этим, и есть поручение, в том числе и мне, как председателю Совета Электоров, разработать определенные программы, которые бы удерживали здесь самую активную и талантливую часть нашего населения. На форуме собрались выдающиеся эксперты. Профессор МГУ, специалист в области региональной экономики Наталья Зубаревич, выступила с докладом об итогах социально-экономического развития российских регионов на 2018 год и роль городских агломераций в развитии регионов. Я подготовила специальную презентацию о том, что происходит в России. Везде будет показано, как ситуация в Татарстане и на фоне остальной России. Говорить я буду скорее о проблемах, потому что стратегии вы начитаетесь, указов вы знаете, а жизнь, в общем, часто идет своим чередом. Итак, что произошло в последней... Куда я, кстати, направляю? Вот сюда, да? О чем я буду говорить? Ну, первое, закончился ли кризис. Второе, важнейшая проблема, о которой сейчас не любят говорить, но она станет еще более жестко. Это наши демографические проблемы, и в связи с этим наш рынок труда. Дальше, люди, деньги, доходы, бедность и наше потребление. Там тоже вал проблем. Межбюджетка, без которой нельзя вообще обсуждать отношения центра и регионов, и что сейчас происходит с бюджетами регионов. И на десерт про города, про крупные города, потому что они, конечно, драйверы развития. Что можно сказать про последние тенденции? Итак, побежали. Первая картинка – это итоги всего нашего кризиса. Цифра каждого квартала – это динамика к тому же кварталу предыдущего года. И вот смотрите, что вы видите на этой картинке. Вы видите, во-первых, что в промышленности никакого особо острого кризиса не было. Синяя. Ну, обработка просела по старой методике. Основные кризисы в России были связаны с инвестиционным провалом, зеленый, с очень жестким провалом потребления, розница. И причиной этого провала в потреблении был более чем четырехлетний спад доходов населения. Вот посмотрим, из чего мы вылезли, а где еще сидим. Сказать, что кризис закончился, можно тогда, когда базовые характеристики, что называется, упало-отжался, вернулись на докризисный уровень. Давайте с этим разбираться. Промышленности. Я вам здесь показываю картинку. 18-й год к 14-му. Столбики голубые. И вы видите, что за редким исключением все практически регионы в плюсах. Кризис преодолен в промышленности. Да его и не было очень сильно. Потому что наш последний кризис другой. Медленный, вялый и про деньги, а не про промышленность. Инвестиционные деньги, деньги населения и потребительские деньги. Если мы посмотрим на Татарстан, у вас все в плюсах. Но как бы тяжело расти с высокой базы. Коллеги экономисты, вы это слово знаете? Чем выше база, тем ниже темпы роста. Поэтому Татарстан показывает это все весьма умеренно. А регионы, у которых были давние большие провалы, растут быстрее. Поэтому я всегда сочувствую вашему руководству. И все сложнее и сложнее отчитываться. Хотя Татарстан развивается устойчиво. Что касаемо состояния дел в инвестиционном фоне России, Наталья Зубаревич отметила. Мы не вышли еще на уровень 2013 года. Кто вышел? Если вы посмотрите. Татарстан три года одержался. В 2015-2016 инвестиции не падали, около нуля. Но в 2017 маленько просели. Но общий фонд плохого инвестклимата дошел и до Татарстана. Но вы тут совсем неплохо выглядите. Посмотрите. Основная часть поволжских регионов. Почти вся Сибирь. Две трети Дальнего Востока. Больше половины центра. Все в минусах. Поэтому я сразу вам говорю. Кризис не закончился. Мы по инвестициям не вышли даже на уровень 2013 года. В большинстве регионов. Ну где плюса, я могу сказать. Как бы это регионы, как правило, либо нефтегазовые, либо те, у кого в динамику мерить бессмысленно. Не было денег, добавили 5 копеек. И темпы роста очень сразу приличные. Девушки, эффект низкой базы. Поэтому это тоже надо учитывать. Обратите внимание, где растут инвестиции на Дальнем Востоке. Там все очень просто. Два главных нефтегазовых региона. Якутия и Сахалин. И плюс сейчас строят в Амурской области. Сначала строили космодром. Теперь газоперерабатывающий завод. Опять ТЭКовская история. Идем дальше. Где в России живут инвестиционные деньги? И вот это меня беспокоит уже много лет. И это ответ рынка на все наши попытки сделать как-то иначе. Рынок сопротивляется. Помните, что в инвестициях доля бюджетных инвестиций всего лишь 15-16%. Остальное – это решение рынка, рыночных игроков. И вот эта картинка, которую я вам показываю по 18-му году, она была ровно такой же и в 17-м. И мало отличалось в 16-м. Примерно 15%, а с Московской областью 20% всех инвестиций в стране идет в столичную агломерацию. И она прет и отрывается от страны все дальше и дальше. Еще примерно 14-15% идет в главный наш нефтегазовый регион, Тюменская область с округами. Что это значит? Это значит, что бизнес выбирает два важнейших конкурентных преимущества – агломерационное и сырьевое. Потому что только при наличии такого суперпреимущества как-то можно преодолеть издержки нашей плохой инвестиционной среды. Кто еще в списке крупных? Катарстан – молодец, инвестируется на уровне Питера, что говорит о больших ваших усилиях. Ну и крупные регионы. А вот новый игрок, которого раньше не было – это республика Крым с Севастополем. Но там маленькая деталька. Если брать структуру инвестиций, процентов 80 будет бюджетный. Бизнес туда не ходит. Мы поднимаем эту территорию за бюджетные деньги, тем самым обделяя остальные части страны бюджетными инвестициями. Все имеет свою цену. Итак, вы видите, что на десятку с небольшим регионов приходится более половины всех инвестиций в стране. А на трех главных игроков – Москва с Мособластью и главный нефтегазовый регион – треть. Что это значит? Инвестиции воспроизводят будущее. Они создают новые рабочие места. И страна тем самым поляризуется на то, что как-то растет, туда идут деньги. И то, что сзади хвосте плетется. Идем дальше. Что еще мы не преодолели? Мы не преодолели спад жилищного строительства. Он начался годом позже, с 16-го. За два года на 8, а в 18-м еще на минус 5. То есть мы где-то вышли на минус 9 процентов суммарно. Почти все регионы, если вам что-то видно, а оранжевый – это 15-й год, темно-коричневый – 18-й. Почти все регионы поехали вниз за исключением. Первое – Ленинградской области. И второе – Московская область пропадала, а потом резко восстановилась. Что это значит географически? Внешние зоны крупнейших агломераций страны стали еще сильнее притягивать жилищные деньги. Там дешевле, не так, как в Москве. Питер, кстати, тоже растет, Москва стоит. Там дешевле. И они продолжают стягивать население. Жилищка нам это показывает. Очень многие крупные города посыпались, тяжело посыпались. Тюмень, Новосибирск. Но, слава богу, Татарстан, он уже не лидер по душевому производству жилья, но он держится. Это значит, что у вас спрос более стабилен. И это важно, потому что это показывает перспективы. Идем дальше. Второй блок проблем. Про кризис я вам рассказала. Вы сами принято для себя внутреннее решение. Он таки закончился или не очень? Я для себя его давно приняла. Он не закончился. Мы продолжаем в нем сидеть, но можно это назвать кризисом, можно назвать стагнацией, как угодно. Второе, что надо очень четко понимать. В какую демографическую ситуацию мы входим. Первое. Вот вам итоги 2018 года. У нас два года. Естественная убыль, смертность выше рождаемости, темно-коричневая. И впервые, вот последние два года, резко сокращается миграционный прирост. Ну, причина понятна. Здесь сидели украинцы, 460 тысяч человек, приехавшие из Восточной Украины. Они как бы рассосались, они уже не мигранты. Но посмотрите на тренд. За 2018 год объем миграционного прироста в России сократился на 40%. И выросла, она должна была вырасти, естественная убыль, потому что рожает маленькое поколение, а помирает уже большое после военных лет рождения. И это значит, что демографические проблемы будут усугубляться, и происходить это будет как минимум до середины 20-х годов. И нам с этим придется жить. Сейчас пытаются создать дополнительные возможности притока соотечественников из других стран. Это очень правильная политика. Посмотрим, как она будет работать. Идем дальше. Что сейчас из себя представляет Российская Федерация? Вот серое – это все, где уже естественная убыль в 2018 году. Зеленое, вы видите, это национальные республики, это омоложенные севера, это незавершивший демографический переход юг, и пока еще вы молодцы, Татарстан. В рамках форума прошли также круглые столы и тематические секции, открытые лекции, мастер-классы приглашенных экспертов. Обсуждались вопросы нейромаркетинга, цифровой экономики и бережливого производства, управления общественным здоровьем и экономическая безопасность. Недавно в Казанском федеральном университете проводился третий всероссийский конкурс с международным участием экономика в меняющемся мире. Его тема – поиск оптимальной и эффективной модели развития регионов. Одним из хедлайнеров выступила профессор МГУ и эксперт программы развития ООН Наталья Васильевна Забаревич. Она обратила особое внимание на создание макрорегионов как возможную альтернативу национальным республикам и разъяснила, что значит агломерация. 23 года назад труд Кенюча Амая, японского специалиста в области стратегического менеджмента, конец национальных государств, положил начало теории об упадке государств нации в 21 веке и создание на их месте естественных экономических зон и региональных государств, которые уничтожат прежние державы. Над российской стратегией пространственного развития работали вполне профессиональные географы-экономисты, но на этапе правок вмешался пресловутый административный ресурс. И появились эти 14 макрорегионов, которые были подобраны по принципу экономического сходства, да и то с большими оговорками и натяжками. Большинство экспертов посчитало порочным сам принцип выстраивания модели развития вокруг 35-40 центров, в которых живет примерно 73 миллиона человек. Выходит, другая половина страны как будто выводится за рамки документа и признается неэффективной. Недоумение экспертов вызвало и то, что в стратегии пространственного развития не прописаны механизмы достижения декларируемых целей прорывного технологического развития. Нет целостной картины инфраструктурного развития, полностью выпадают малые и средние города, нету вязки пространственного развития с развитием инфраструктуры и так далее, и так далее, и так далее. Список можно продолжать. Все эти административные решения, которые в былые годы назвали бы волонтаристскими, это еще одна большая рана в деле отношений между центрами и регионами. Возьмем медбюджетные отношения. Сегодня федеральный центр забирает у Татарстана 65% доходных поступлений. Если брать инфраструктурные проекты, то и здесь не все гладко. Под большим вопросом стоит план строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Говорят, что его отменяют, а все деньги хотят отдать на развитие заводов по производству сжиженного природного газа в северных областях страны. Понятно, что подобные решения наносят существенный урон самому понятию федерализм, о котором так много и так тщательно говорила в своем выступлении Наталья Васильевич Зубаревич. Казалось бы, еще только апрель и достаточно времени для предстоящих выборов в Государственный Совет Республики Татарстан, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Тем не менее, в эту пятницу, 19 апреля, состоялся праймер из правтии «Единая Россия» в рамках подготовки к этим выборам. В предвыборных деватах принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Напомним вам также, что Ильшат Гафуров является заместителем председателя регионального отделения Общероссийского народного фронта. В пятницу, 19 апреля, прошло предварительное голосование или так называемые «праймерис» внутреннепартийные выборы «Единая Россия» в преддверии выборов в Госсовет Республики Татарстан, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Предварительное голосование по результатам праймерис состоится 26 мая 2019 года. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в дебатах. В этот день дебаты состоялись дважды на тему здравоохранения и образования. Оппонентами Ильшата Гафурова стали молодые и амбициозные члены партии «Единая Россия» Демина Диана Сергеевна, Шарапов Марсель Айратович, Швеева Татьяна Владимировна и Королева Юлия Александровна. На вопросах о путях решения проблемы оттока молодежи из города Набережные Челны Ильшат Гафуров отметил. Для Набережных Челнов и для Нижнекамска, для ряда наших городов это на самом деле очень проблемный вопрос, поскольку идет достаточно большой отток молодежи. Но здесь нужно делить, это выпускники и если школ, то значит соответственно нужно создавать хорошее высшее учебное заведение. В частности в Набережных Челнах сейчас мы с мэрией города рассматриваем вопрос о организации на нашей площадке высшей технической школы. Конечно, будут привлечены и кадровые решенные ряд вопросов. Это первое. Второе. Необходимо создавать инфраструктуру. Это тоже очень важный вопрос. А для выпускников уже вузов, для того, чтобы они не уезжали, конечно же, нужно предлагать определенный социальный пакет, куда включаются и жилищные вопросы, и самое основное это заработная плата и интересные по использованию собственных возможностей работы. Прозвучал также вопрос об отношении к единому государственному экзамену для выпускников средних школ ЕГЭ. ректор Эльшат Гафуров начал свой ответ со сравнений по задаче экзамена в вузы советских времен. При той системе я был рядовым преподавателем педагогического института. В советское время они назывались институтами. И я как бы был председателем предметной комиссии по физике как раз, то есть во время приема. Вы знаете, в то время, я не говорю об оценке, но тогда был достаточно большой разрыв между сдачей экзаменов в школе и приемом в вузы. И я не мог из дома дойти до института. Все время находились какие-то люди, которые подходили с разными вопросами. Сегодня, работая ректором, я спокойно хожу по одной простой причине, что ввели единый государственный экзамен, к которому все по-разному относятся, который в зависимости от требований на той или иной территории по-разному издавался в свое время. Но это единственный оценочный параметр знания выпускника и, соответственно, дающий ему возможность без всякого блата поступать в высшее учебное заведение. Сегодня принимает компьютер. Вот это большое достояние этого единого государственного экзамена. Есть у нас еще внутренние экзамены творческие. Это касается журналистов, художников и других творческих специальностей. Но ряд вузов вводят внутренний экзамен. Вот в МГУ он есть. Мы пока принципиально не вводим этого для того, чтобы субъективный фактор не влиял на прием. Более того, этот же экзамен единый, он позволяет детям из глубинки поступать и это является определенным социальным лифтом для этих детей. Потому что, давайте признаемся, уровень школ в деревне, в малокомплектных школах и, конечно, в Казани, в специальных гимназиях он все-таки разный. Поэтому, это его преимущество. Огромное количество недостатков, об этом тоже написано везде, прежде всего, формализация этого экзамена. Но сейчас, каждый год, дополнительные вещи вводятся. Сегодня также будут писать сочинения и так далее. В ответ на вопрос о трудоустройстве выпускников университета ректор Решат Гафуров прокомментировал решение правительства Российской Федерации о целевом наборе абитуриентов. Все-таки целевой набор подразумевает определенное эргатирование при поступлении. Соответственно, у человека должна быть и определенная ответственность на выходе по трудоустройству по направлению, как это в наше с вами время, ну, я имею в виду наше с вами советское время было, мы должны были отработать три года. Именно, если бы этого не было, я и попал в педагогический институт и, как ни странно, мне поручили преподавать физику на татарском языке. Поэтому первое мое знакомство с системой преподавания на родном языке как раз было тогда молодым специалистом после защиты кандидатской диссертации. Я считаю, что это правильно, но что внесено нового в этот целевой набор, это взаимная ответственность как студента, так и работодателя. Раньше этого не было. То есть, сейчас работодатель должен гарантировать условия до поступления в ВУЗа. То есть, он дает целевое направление и там пишет, что после возвращения я его беру на работу, предоставляет там жилье, либо общежитие, либо служебную квартиру и так далее. И все расписывается. Это договор взаимных обязательств. Если хоть одна страна не выполняет, тогда, во-первых, выпускник освобождается от как бы обязательств. Более того, этот работодатель возмещает университету либо государству полную стоимость, которую государство затратило на его обучение. То есть, это и пряник, и кнут для работодателей. Поэтому сейчас не так много желающих подписывать вот эти целевые наборы. Все больше получаю подтверждение склонности так называемых независимых СМИ к бульварному принципу. Плохие новости это хорошие новости. Недавно вышла статья в одном из таких как бы независимых СМИ о крахе гуманитарного образования с привязкой к Казанскому федеральному университету. Что интересно, такая оценка дел в Казанском федеральном университете не совсем совпала с мнением Европейской ассоциации педагогического образования. В Европарламенте решили изучить этот самый крах в Казанском федеральном университете и не исключено, что это произошло под влиянием британского журнала Times Higher Education. А согласно рейтингам британского журнала Times Higher Education Казанский федеральный университет входит в топ 125 лучших университетов мира по педагогическому образованию. А согласно рейтингам другого британского агентства Куакуэрели Саймонс Казанский федеральный университет входит в топ 151-200 лучших университетов мира по лингвистике и археологии. Возможно, именно поэтому Европейская ассоциация педагогического образования пригласила Розу Валееву поделиться с коллегами из Евросоюза о новациях Казанского федерального университета в педагогической науке. Стоит отметить тот факт, что Роза Валеева была единственная приглашенная из России на это обсуждение. Поэтому мы говорим, нет никакого краха, господа журналисты, а вот реальные инновационные наработки в области педагогического образования имеют место быть на самом деле в Казанском федеральном университете. Профессор Института психологии образования КФУ Роза Валеева стала единственным представителем России и выступила спикером на семинаре модернизации педагогического образования в Центральной Восточной Европе, который состоялся 2 апреля в здании Европейского парламента в Брюсселе. Официальное приглашение на участие в семинаре ей прислала Европейская ассоциация по педагогическому образованию. Наш университет является ассоциированным членом Европейской ассоциации педагогического образования. Эта ассоциация очень интенсивно занимается распространением опыта, привлечением различных исследователей по тому, каким образом сделать так, чтобы подготовка учителя стала на тот уровень, который необходим для того, чтобы в школу пришли учителя. не просто образованные, а чтобы в школу пришли учителя, которым есть дело до каждого ребенка. Участники семинара обсудили систему педагогического образования в России, Польше, Румынии, Хорватии, Венгрии и так далее. Профессор КФУ Роза Валеева рассказала о том, как же обучают будущих учителей в Казанском федеральном университете. Меня пригласили как представителя Казанского федерального университета для того, чтобы представить собственно изменение, модернизация педагогического образования в России. Участие профессора Казанского федерального университета как единственного представителя от России говорит о том, что на данный момент КФУ занимает высокие позиции в мире по подготовке учителей. Науки в Татарстане нет. Провозгласил широко известные в особо узких кругах некий менеджер среднего звена на неком региональном совещании. И неожиданно вдруг самые читаемые из независимой СМИ тут же с удовольствием разместил этот пассаж в своей передовице. И что интересно, Российское информационное агентство новости в этот же день опубликовало на сайте у себя заметку о том, что ученые Казанского федерального университета создали препарат, повышающий эффективность терапии рака. Так наука это или нет? Хочется спросить у авторов столь лепатажных заявлений. Впрочем, реальным больным нет никакого дела до этой мелкой журналистской возни. Для них важнее скорее другое. Появляется надежда на то, что наука все же победит. Это страшно для всего человечества напасть. И возможно в этом им поможет разработка ученых под руководством директора научно-образовательного центра фармацевтика Казанского федерального университета Юрия Штырлина, которые разработали добавку повышающую эффективность терапии онкологической заболеваний. Смотрим в нашем репортаже. На международной выставке изобретений Inventions Geneva, проходящей с 10 по 14 апреля, впервые были представлены два проекта Казанского федерального университета. Инновационные лекарственные препараты, созданные в НОЦ фармацевтики КФУ в сотрудничестве с акционерным обществом ТАТХИМ фармпрепараты. Научная группа работает под руководством ведущего научного сотрудника НОЦ фармацевтика Казанского университета Юрия Штырлина. Действительно, впервые Казанский федеральный выехал и представил две своих лидирующих разработки лекарственные кандидаты противовоспорительные и препарат для лечения рака. Международный салон изобретений в Женеве это крупнейший в мире и один из наиболее авторитетных формов подобного рода. Ежегодно привлекающий изобретателей, бизнесменов, представителей научных организаций, прессы. В этом году мероприятие собрало более тысячи экспонатов из 40 стран мира. Сам факт получения золотых медалей там же очень серьезная экспертиза. Проекты не просто как бы где-то висели стенды. Проекты представлялись, презентовались авторитетному международному жюри. Жюри оценивало их по широкому ряду критериев, очень серьезных критериев. Мы считаем, что это очень высокая оценка. Но был еще один такой интересный момент. Не только эксперты подходили, но и в ходе вот этой пятидневной выставки через нас прошли огромное количество участников. И очень большой интерес нашей разработки вызвали у врачей, например, что мне особенно приятно. То есть врачи очень быстро схватывали тот момент, что наши разработки действительно по ключевым параметрам они не имеют аналогов в мире. Первый препарат нацелен на борьбу с хроническими воспалениями, в частности опорно-двигательной системе, такими как артрит и артроз. Он лучший сейчас в мире по целому ряду параметров. Во-первых, он лучший в мире по лечению хронических воспалительных всяких патологий. Потом у него, пожалуй, максимальный среди всех имеющихся нестероидных противовоспалительных лекарств анальгетический эффект, то есть обезболивающий. И еще у него рекордная безопасность. Наш препарат, он практически безопасен для желудка. У него очень высокие летальные дозы. И фактически терапевтическое окно препарата, то есть различие между эффективной дозой и токсической, оно у нас примерно на два порядка дозы. Выше, чем у большинства имеющихся противовоспалительных лекарственных средств, даже самых лучших. Вторым препаратом является добавка, которая способна в несколько раз усилить действия терапии против большинства видов рака. Принцип действия таков, что этот препарат ингибирует активность так называемых ABC-транспортеров. Эти транспортеры, их активность приводит к тому в раковой клетке, что они выкидывают из раковой клетки физически любые ксенобиотики, то есть, например, молекула лекарственного соединения, которая попадает внутрь раковой клетки, она распознается этими рецепторами и выбрасывается наружу из клетки. Тем самым, эффективность всех лекарственных препаратов для терапии рака, ну, практически всех, она резко снижается. И вот наш препарат, он, собственно, блокирует активность вот этих обратных транспортеров, то есть, рецептор, в который выкидывают молекулу лекарственного соединения из клетки. Основным преимуществом добавки является то, что препарат был создан совершенно на новом структурном ряду, новом соединении компонентов. У нас структурно новый класс абсолютно соединений. Такого класса еще нет, чисто структурно. Во-вторых, как нам кажется, мы разработали наиболее безопасный препарат такого рода, потому что, опять же, наши исследования свидетельствуют о том, что на животных моделях, что он весьма безопасен. При испытании на мышах и кроликах применение добавки вместе со стандартной схемой химиотерапии помогало замедлить рост опухоли, а в ряде случаев помогало ее полностью вылечить. О том, как препарат будет действовать на людях, станет известно после 2020 года. Клинические испытания добавки намечены на 2019-2020 годы. При успешном прохождении тестирования на людях препарат сможет поступить в продажу в 2024 году. По обоим препаратам мы планируем выйти, начать эти исследования клинические в этом году, в 2019. Стоит отметить, что проекты лекарственных препаратов, представленные на выставке, входит список восьми препаратов, разработанных КФУ в рамках работы Научно-образовательного центра фармацевтики, организованного по федеральному проекту Фарма-2020, с целью создания производства отечественных лекарственных препаратов, превосходящих по эффективности и безопасности все существующие на мировом фармацевтическом рынке аналоги. В далеком 1973 году Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала советскую систему здравоохранения лучшей в мире. И это обстоятельство до сих пор является предметом яростного флапа многочисленных пикейных жилетов, ностальгирующих по временам, когда деревья были выше, девушки красивее, детство счастливее, колбаса по 2,20, а отечественная система здравоохранения лучшая в мире. А между тем, высокая оценка ВОЗа аккурат совпала с началом кризиса советской системы здравоохранения, который случился задолго до распада СССР, а сам распад и последующие за ним события лишь ускорили и углубили кризисные проявления, в которых отечественная система здравоохранения пребывает и поныне. Чтобы разобраться с фундаментальными причинами этого кризиса, придется сделать экскурс в историю. Отечественная система здравоохранения неразрывно связана с именем выпускника медицинского факультета нашего Казанского университета академиком Николаем Семашко и нередко саму эту систему именуют Семашковской. В 1918 году он стал нарком здравоохранения Советской Республики, точнее, нарком того, что от этого здравоохранения на тот момент осталось, ибо страна утопала в тифе, сифилисе, разрухе и гражданской войне. Разоренная страна, колоссальный дефицит врачей, медперсонала, отсутствие медикаментов. При таких вводных Семашко стал внедрять многоуровневую систему медицинской помощи, которая очень быстро позволила охватить все население страны. Страна была покрыта сетью фельдшерско-акушерских пунктов, где граждане получали пусть минимальную и малоквалифицированную, но медицинскую помощь. Более сложных пациентов фельдшеры направляли в районные больницы. Если с диагнозом и лечением не справлялись и там, пациент отправлялся в областную клинику. И на вершине всей этой пирамиды были специализированные научно-исследовательские центры, где концентрировались лучшие кадры и где разрабатывались наиболее сложные и антипичные ситуации. Там же в этих НИИ вырабатывались типовые методы профилактики и диагностики лечения заболеваний, после чего они повсеместно внедрялись на более низкий уровень системы. В основе всей этой системы стал первоначально сельский фельдшер, а позже, по мере насыщения кадрами, участковый врач-терапевт, в обязанности которого входила первичная диагностика пациентов, мониторинг эпидемиологической ситуации на веренном участке, что позволяло эффективно оккупировать вспышки инфекционных заболеваний, являвшись настоящим бичом того времени. Собственно, именно эту систему полдвека назад Всемирная организация здравоохранения признала лучшей в мире. Лучшей не с точки зрения качества медуслуг, а с точки зрения ее охвата и доступности. В общем и целом эта система существует и поныне. Могильщиком же ее стал вовсе не капитализм и рыночные отношения, на которые грешат пикейные жилеты. Ее могильщиком стал пенициллин, а точнее триумфальное шествие антибиотиков, которые покончили с главным вызовом, которому противостояла система имени Симашко. Это инфекционные заболевания, являвшиеся основной причиной смертности доселения вплоть до 60-х годов прошлого века. А в 70-х вызовы сменились. Вместо инфекционных болезней на первый план по смертности вышли хронические сердечно-сосудистые заболевания и онкология. А эти заболевания, их ранняя диагностика и лечение требовали качественно другого уровня знаний, чем те, которыми обладал участковый терапевт Симашской системы. Отсюда и провал в ранней диагностике наиболее опасных заболеваний и стремительный рост смертности от них. Усугубляет этот кризис и опасные мутации возбудителей известных инфекционных заболеваний, перед которыми пасуют традиционные антибиотики и с которыми не справляются типовые методы лечения. Увы, но система здравоохранения имени Симашка плохо справляется с новым вызовом времени. Как ее изменить, что придет ей на смену, это ключевой вопрос отечественного здравоохранения. Ответ на него пытаются нащупать в том числе и в Казанском университете. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» вел программу Ильдар Каримов. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова